Сохранить мир и единство для будущих поколений. Своими впечатлениями с нами поделились участники Всебелорусского народного собрания, отметив важность прошедшего в Минске форума для Беларуси в целом каждого человека в отдельности. Ну, конечно, под впечатлением со вчерашнего дня находимся. Сегодня действительно эти эмоции еще больше, так сказать, убедили в том, что действительно мы сегодня, наша страна, находимся на правильном пути. Ни ломки, ни каких-то там шараханий влево-право. Нам надо действительно очень, ну, как вот говорят в народе, да, семь раз подумать, семь раз отмерить и один раз потом тихонько отрезать в части усовершенствования законодательства. Конечно, жизнь меняется, жизнь идет вперед. Это надо делать. Но это надо делать действительно от жизни, от практики. Потому что сегодня, ну, наверное, не надо торопиться, а то можем наломать дров. И потом, знаете, как в народе говорят, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот чтобы это не случилось, мы пойдем поступательно. Но действительно мы должны работать на благо нашей всей страны, каждый из нас. Мне кажется, красной нитью проходит потребность у нашего общества в чувстве патриотизма, которого уже, ну, наверное, немножко не хватает населению. И я думаю, что каждый из нас просто должен вспомнить о том, что нашу Беларусь отвоевывали наши предки, которые каждый день не боялись идти воевать за большую высокую цель. И сегодня мы, в принципе, находимся в том же положении. Мы просто должны идти к нашему становлению общества. И я думаю, что, ну, нет ничего дороже, чем своя страна. И я думаю, что молодые люди должны сейчас об этом вспомнить. Потому что, к сожалению, вот это маленькое чувство потребительства, которое взращивалось все это время, и, к сожалению, на уровне Запада, я думаю, что мы должны вспомнить свои традиции. Ведь мы белорусы, славяне, которые очень гордятся тем, что имеют. А это наша земля, которую, ну, ни в коем случае нельзя сейчас потерять. Мы сохраняем стабильность и в экономической ситуации. У нас понятная финансовая кредитная система. Мы движемся тем же курсом и в области развития инвестиционных проектов. Четко сформирована программа, населена последующие пять лет, где определены проекты, определены источники финансирования и пути решения. Определены показатели. В общем, я покидаю сегодня это собрание исключительно убежденное в том, что никаких серьезных изменений не произойдет, негативных. А все, что будет меняться, исключительно в русле позитива, увеличение благосостояния народа, усиление, ну и сохранение суверенитета в Республике Беларусь. Самое важное для меня, как для человека из глубинки, я услышала, что здравоохранение в глубинке будет развиваться. Для нас я работаю 30 лет на одном месте. Я знаю очень такие тонкие моменты. Поэтому очень важно, чтобы для нас, для жителей глубинки, здравоохранение стало доступнее, ближе, чтобы это все было оперативнее. То, что заложено в программу по строительству учреждений. Самое главное, по развитию учреждений дополнительного образования. Потому что детей надо развить. Когда они будут развиваться, они будут там заняты, они там задержатся. Они будут ценить там, где они росли, учились и получили полностью все образование. Они не будут стремиться куда-то. Они останутся на местах и будет продолжение развития наших регионов.